Всем привет, мои дорогие! Я хотела бы сегодня с вами сделать грандиозную распаковку. Смотрите, первый парфюм, который я хотела бы с вами вместе открыть. Это будет Blossom Love Amoage. Очень долго его хотела. У меня версия Amoam. Вы знаете, я к нему очень долго шла, к этому парфюму, потому что когда я его первый раз затестила пару лет назад, мне он очень понравился, но дома он на мне раскрылся знаете, чем-то таким, как будто как уходовое средство, да? Какой-то шампунистостью сильной, которая меня давила. И я подумала, нет, он, наверное, скорее всего, мне не нужен. И дома мне сказали, что нет, как-то от тебя пахнет не очень приятно. Вот, но он меня всё равно не оставлял, понимаете? Вот моя мысль об нём не оставлял, мне очень вот захотелось его ещё раз перетестить. Я его в этом году опять потестила и решила, что он мне просто необходим. Так, наносим его. Очень яркий такой вишнёвый цвет, цветение вишни, но с нотками гурманскими. Миндаля, амаретто чувствуется, ликёрность. Просто вкуснейший, такой очень парфюм для отдыха. Вот хочется в нём быть девушкой. Тоже, видите, розовенький флакончик. Но подобно как моё видео с няшками-очаровашками, он весь такой розовенький. Вот, может быть, даже бы он туда подошёл, но он всё-таки... Нет в нём такой, вы знаете, лёгкости, как в тех парфюмах, нет такого флирта. Он всё равно поспокойнее. Вот хочется, понимаете, просто вот им хочется облиться. И вообще его не отпускать никогда. Он в нём, вы знаете, мускус, наверное, такой вот, он сильно, да, остаётся на одежде долго. Горько, горьковато, алкогольно-пудровый. Очень красивый. И вот мне нравится, да, такое сакуру, наверное, здесь цветёт. Красивый. Очень красивый, рада ему, что он у меня есть. Так, давайте, наверное, вот так его поставлю. Не знаю, как камера здесь будет видно, не видно. Следующий парфюм – это Бюблер Орентал Экспресс. Очень давно также его себе хотела. И он у меня уже давно появился, но я его всё ещё не открывала никак, да? Сейчас мы с вами давайте его откроем. Но, вы знаете, мне он напоминает этот парфюм очень сильно по настроению Шелемар. Но какой-то более такой современный Шелемар. Здесь я помню, что там заявлены семена моркови в нём. Ваниль – семена моркови. То есть он, вот, интересное, да, всегда оформление. В Бюблер, скажите мне, кстати, как вы думаете, их сняли сейчас или нет? Что-то где-то они есть, где-то их нет. Интересно. Так, тестим его. Мне он напоминает, понимаете, по духу. Здесь парфюмер Жан-Христоф Эрой. По-моему, Оливье Польша также здесь принимал участие. Не Оливье Польша, подождите, сын. Оливье Польша, не Жак Польша, а Оливье Польша, который сейчас создает главный штатный парфюмер в Шанель. Он очень уютный. Ощущение в нём есть дороги, поездки, путешествия, купе. Может быть, идёт ассоциация с Oriental Express, Восточный экспресс, есть роман да у Агата Кристио, где Иркюль Пуаро расследует убийства в Восточном экспрессе. В нём есть стилистика, наверное, 20-х годов 20-го века. Такой по пудровости и утончённости он меня относит к Герлен, к парфюмам Герлен. Но очень приятный. Такой ванильно, может быть, пудрово-ирисовый. Слегка... Такая терпкость есть, и кожный аспект почему-то тоже для меня присутствует. Но очень приятный.